Год 2003. Зданию, где располагались гостиница «Центральная» и типография «Красный октябрь» вынесли приговор. Решили, что будут сносить. 18 июня наши новости рассказывали, куда же отправились все те организации, что занимали помещения. Вот так тогда выглядел дворец бракосочетаний. Туда отправилось бюро технической инвентаризации. А вот так, например, здание Министерства торговли. А это интерьеры популярного в 2004-м клуба «Радо». Мерлин Мэнсон местного масштаба тогда презентовал свой эпатажный проект – шоу по роману Булгакова «Мастер и Маргарита». Только немногочисленные зрители, вместо того, чтобы вникать в суть музыкального зрелища, искали ответ на другой вопрос. Ну, я долго думал, кто он такой. Потом угадали, что это все-таки мужчина. Похоже так, да? В общем, вначале думали, что это транссексуал, потом, понятно, стал мужчина по этому. Но мы до сих пор не уверены. Мужское начало у него есть. Вначале приняли мы его за женщину. 18 июня 2010 года запомнилось Саранску не только невыносимой жарой, но и масштабными пробками. Именно тогда опора моста на Химаш предательски треснула. В первый раз. Путепровод закрыли, люди начинали привыкать к другим маршрутам. А Юля Порунова проверила все объездные пути и пришла к выводу. Микрорайон Химаш жители уже сейчас называют островом. Если раньше, когда работали оба моста, добраться туда в час пик было очень сложно, то сейчас задача превратилась почти в невероятную. Строители говорят, что закончить ремонт меньше, чем за полгода невозможно по технологическим причинам. Поэтому автолюбителям придется потерпеть. А в этот же день в Зубовополянской сосновке нашим новостям рассказывали невероятную историю. Недалеко от тюремного периметра, посреди ночи, начальник караула нашел четырехлетнего мальчика, который стоял на табуретке в нижнем белье и сапогах, плакал и стучался в окно дома. Ребенок ничего не соображал и настолько замерз, что плач больше напоминал хрипы. Конечно, мальчика спасли, завернули в тулуп и отвезли в больницу. Чуть позже картина прояснилась. Ребенок ушел от отца. Ночью. Как бы не специально. Он нас унатит и вот ушел. Не заметил я, как он ушел. А потом опомнился. Начал искать его. Там бегал, бегал до шести часов. Это в четыре я. И до шести часов вечера бегал. Ой, утра. То есть бегал, искал его. А это 18 июня 2013. У корреспондента наших новостей Людмилы Кусеровой этот день начался с путешествия. Казалось бы, недалекого, но очень увлекательного. Еще утром, когда мы только брали курс на Долговерясы, никто не подозревал, какая там ждет засада. Сначала затерянную в краснослободских лесах деревушку отказался искать навигатор. А потом вовсе выяснилось, что Долговерясы – это не село, а направление, по которому очень хочется послать всех районных чиновников. Потому что они, похоже, напрочь забыли о своих людях. Каких-то шесть километров, но в дождь испытания бездорожьем. К слову сказать, до людей тогда съемочная группа все же добралась. Таким было 18 июня в разные годы. Таким вошло в новостную историю Мордовии. Смотрите и вспоминайте с нами, какими были люди, какие проблемы их тревожили и как менялся город последние 17 лет. В нашем архиве еще много интересного. Светлана Лашина, Наши новости. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова